на ремонте вот такой телефон samsung j730 это серия модели j7 вот его характеристики если будет если сфокусируется здесь значит j730 fm-ds не работает экран сначала потемнел он включается подает признаки жизни но потом не но никакого вообще черный экран хотя хозяин хозяйка сказала что сначала половина экрана работала но частично работа значит что нужно сделать я уже заказал экран но я всегда прямо на новой почте проверяю качество экрана для этого нужно этот экран снять а потом прямо на новой почте зафиксировал и посмотрел все ли в порядке с экраном который пришел его там можно потом отправить но я просто сразу не беру если бывают ситуации когда например экран работает нажимаешь на ввод текста нажимаешь на букву срабатывает рядом стоящие то есть есть смещение по калибровке экрана и это проблема которую нельзя решить поэтому просто такой экран не берете на почте но для этого нужно снять сначала вклеена не очень сильно для того чтобы легче было снять можно немножко совсем слегка разогреть феном обыкновенным бытовым после того как феном разогрели именно эту часть которую будем отклеивать чем-то таким узким медиатор такой не подойдет потому что нужно узкую щель у самсунга щели узкие нужно подковырнуть и когда вы уже подковырнули то тогда можно залезть вот каким-то таким плоским жестким плоским и потихонечку отрезаем клей у нас насколько это возможно насколько влезло столько и отрезаете в некоторых местах сильнее в некоторых слабее здесь у меня легко пошло уже отсоединил так включился вот так вот так мне кажется что я отсоединил и он уже отсоединился вот здесь как-то так получилось что здесь уже видимо уже менялся экран потому что здесь не должно просто так отойти еще должна быть защелка как-то фиксирующая защелка здесь еще должна быть но ее но я уже нет ну вот таким образом здесь экран был видимо не плотно прислонен много пыли поэтому сейчас все это убираем и сможем на почте взять вот так вот прислонить и зафиксировать соединить разъем и включить телефон ну а сейчас нужно лишнее убрать все едем на почту получать экран на ремонте телефон у которого не работает камера причем на ремонте он уже был у меня не работала зарядка 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 работала то что телефон тонул как как оказалось и если здесь легко снимается крышка снимаем значит здесь есть шлейф с разъемом который питание от плату встроенный разъем и по шлейфу именно после разъема идет сюда и вот здесь на разъеме окислились контакты нужно было и хорошо вычистить раскислить и питание пошло и стал заряжаться но видимо просто так не прошло попадание воды и скорее всего раскислились теперь контакты на камере потому что камень теперь телефон работает но камень камера не работает ну и будем смотреть что можем сделать чтобы добраться до камеры нужно открыть вот эту крышку это по моему цельная крышка тут отдельно крышка низа и вот вот это все нужно теперь сейчас открутить чтобы добраться до шлейфа камеры возможно она тоже окислилась и потому что я вообще не видит камеру причина как мне кажется раз уж было потопление то скорее всего причина именно в потопе поэтому обращайте на это внимание если у вас утонул телефон то необходимо его чистить а не делать вид что ничего не произошло необходимо вытащить батарейку по возможности не во всех телефонах она вытаскивается но у этого видите легко вытаскивается почему бы тогда было не вытащить и высушить как минимум чтобы шлейфы не потому что на шлейфах контакты не просто раскисляются они растворяются из электролиза который проходит с водой но там не с водой с окислом которые есть в воде окисляется и все тогда уже ничего нельзя сделать не уверен что здесь что-то можно сделать но мы будем постараемся посмотрим и так перед тем как снимать вот эту крышку снимаемся карточки вытаскиваем ну и смотрим что здесь у нас есть как-то странно получилось что может дело и не в шлейфах потому что я когда включил камеру написано что камера недоступна но как-то странно что никакая камера недоступна их здесь несколько ну здесь вот снимаем язык язычок вытаскиваем посмотрим в каком состоянии как-то не очень здесь состоянии шлейфа не очень остальные шлейфы находятся с другой стороны все не не так просто но вот еще до этого шлейфа я могу достать скорее всего вот это шлейф разъем сейчас посмотрим вот камера и наверное таки шлейф камеры вот это как-то так тоже можем достать шлейф передней камеры его вообще нет вообще отломан сейчас разберемся что-то это как-то некрасиво отломанный шлейф сейчас будем разбираться нет оказался шлейф не камерой это шлейф датчика приближения тут датчик все с ним в порядке сам шлейф тоже рабочий поэтому просто чтобы достать теперь до этой камерой и разъемов этой камеры и этой нужно снять плату сейчас будем переходить на плату откручиваем винтики и снимаем плату просто откручиваем и все вот один второй третий пока больше не вижу итак я получил новый экран он был в коробке кстати коробка запечатанная вот это все коробка это все экран и внутри уже был в нагрузку стекло значит по размеру подходит но так получилось но почти не дали проверить первый раз с таким столкнулся но факт фактом и приехал домой начал у меня полностью не работал экран поэтому я выключить его не смог думаю что по этой причине я подключил и не работает поэтому видимо процесс инициализации не происходит нужно отключить а отключить не могу экран не работает просто нажимаю он не отключается пришлось открутить все винтики здесь по периметру все вот этот еще и вот эти два и снять батарейку и тогда значит открутил все винтики поддеваю вот так и вот так вот снимаю вот здесь вот есть разъем батарейки снял получается он отключился теперь вставлю вставил назад вставляю назад вставляю вставляю разъем и и тут все непросто здесь нету на боку выключателей вот этот разъем значит выключатель идет на два вот этих контакта вот эти два контакта нужно их замкнуть просто вот так у замыкаем и держим он дернется и включился ну и оказалось что в принципе все в порядке второй раз я это уже делаю перед этим расстроился думал что проблема с экраном а нет стоимость экрана наверное 20 долларов где-то получается за 20 долларов вы можете полностью поменять самостоятельно как новый экран это копия конечно за 20 долларов но однако копия достойно сейчас показываю вам у меня есть возможность проверить клавиатура и вот так куда нажимаю то и то и открывается поэтому с клавиатурой все нормально ну а дальше все очень просто нужно выключить как правильно выключить опять таки зажимаем и держим высвечивается теперь выключаем и теперь когда включим потому что мне сейчас надо снять снова экран для этого я отсоединю разъем просто отковыриваю теперь я назад ставлю и закручиваю и затем с помощью клея не с помощью скотча а именно с помощью клея ставим назад подключаем непростой ремонт с заменой экрана на samsung j7 7g 730 модель проблема в том что мы меняем экран на tft а это значит что возникает вот такая проблема есть зазор он сам экран на миллиметр толще и поэтому вот есть зазор между стеклом и корпусом вот эта толщина больше она упирается и не становится до конца зачем заморачиваться ну в три в четыре раза дешевле получается такой экран стоит около 20 долларов соответственно около 70 долларов стоит не ну да около 60 65 долларов стоит экран оригинальный поэтому ну вот клиент захотел для бабушки отдать разбиты отремонтировать и отдать бабушке и хочется чтобы это было подешевле в таком случае есть вариант купить тфт но он изначально не влазит поэтому что мы будем делать разные бывают ситуации например бывает так что корпус можно здесь на миллиметр выпилить то есть вот буквально срезать на миллиметр толщину корпуса но здесь уже дальше батарея идет и по сути дела сильно не срезаешь ну и клиент говорит что это не можно не заморачиваться сделать как получится как можно более дешевле что мы предпримем зазор около миллиметра может быть чуть чуть меньше чем миллиметр есть такой у меня силикон очень качественный это автомобильный силикон прокладка черного цвета я посажу получается что необходимо сделать вот этот ободок из силикона что я сделаю я с запасом на корпус с запасом положу силикон и посажу и потом вот этот зазор просто выровняю чтобы он там не выпячивался и все но для того чтобы силикон хорошо стал это не клей все-таки необходимо хорошо обезжирить то есть мы берем растворитель хорошо проходим все части здесь здесь и приклеиваем на вот такой силикон как вариант очень даже мне кажется приемлемо единственное что качество силикона должно быть хорошим вот этот например виктор рейнс во всяком случае он самый дорогой какой у меня в городе можно купить сейчас просто обезжириваю растворителем и так как же делать так чтобы у нас был запасом я обезжирил просто взял тампончик и растворителем обыкновенным 647 или 6 там без разницы значит тут нужно немного чувствовать я вот набираю и потихонечку вот так с запасом запасом наставляю потому что мне мне нужен запас мне нужно чтобы был бортик но где-то около 1 миллиметра здесь с запасом распределяю немножко погорячился мне нужно сначала прикрутить корпус значит мне что тут винтики я сначала корпус прикручу сейчас назад я уберу значит суть в чем что почему я разбирал корпус у меня есть во-первых батарея должна быть отключена и нужно случайно не включить это потом проблема нужно выключить и только потом на выключенном телефоне подсоединять это во-первых во-вторых я думал что что сделать с вот этим выключателем если он поднимется он окажется ниже стекла а здесь видите отверстие под эту кнопку сначала хотел что-то подложить под кнопку но вижу что чтобы она была зафиксирована все-таки лучше сделать как есть а потом сверху на нее вырезать из пластика такую продолжаю я уже теперь снова про поставил заднюю крышку в принципе она не нужна ее не нужно снимать для смены экрана просто я хотел что-то сделать вот с этой кнопкой но как увидел что лучше все-таки оставить как есть я лучше сюда какую-то пластиковую еще вырежу и сверху приклею ну и так с запасом наставляем причем запас должен быть приличный лучше я потом причем запас вверх должен быть потому что зазор таки будет и зазор приличный но и это не стандартный клей я наверно значит наверно вот так вот будет лучше я потихонечку вот так вот приклею единственное что вот в районе там где допустим кнопка там где нужно осторожно там где будет камера когда будем ставить он немножко раздавится и поэтому ну тут нужно уж совсем так нежненько прямо по потом когда все это когда установим с корпуса мы сможем стереть поэтому будьте внимательны но это как вариант который я предлагаю использовать если у вас есть другие варианты ну кроме как изменять геометрию корпуса это тоже вариант так делают но не на каждом корпусе есть физическая такая возможность но это возможно непросто кстати хочу сказать поставить тфт он дешевле но очень непросто и так я с помощью пальца с таким с бугорком поставил клей нет не клей силикон теперь для того чтобы поставить нужно сначала соединить шлейф и посмотрим чем это все закончится так какой же результат использование тфт экрана вместо amoled работает хорошо единственное что как уже говорилось если посмотреть то есть вот такой здесь порожек такой зазор который мы выбрали с помощью силиконового клея силиконового герметика вот так если это вас не смущает вы так это в общем то не видно он потолстел на один миллиметр ну а так в принципе по виду это как-то не не видно и не бросается в глаза единственное что вот здесь вот такая видно или нет такое утолщение стало ну а так работает в принципе все нормально ну и соответственно вот кнопка что наш провалилась да на один миллиметр здесь она была вровень а в этой модели кнопка врезана и она так провалилась на один миллиметр тоже с этим придется смириться ну а так все нормально подписывайтесь на канал всего доброго